ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Александра Невского Когда артист Николай Черкасов вышел из вагона, он не поверил, что красноармейцы встречают именно его. Когда артист слился в нашем понимании, в понимании людей, настолько совпал с образом вот этого героя, этого святого. В самое тяжелое для страны время летом 42-го года учреждается одна из высших военных наград – Орден Александра Невского с профилем актера Николая Черкасова. А если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. Николай Черкасов стал единственным в мире актером, чей образ запечатлен на боевом ордене. Это было решением Сталина. А следующая роль оставила роковой отпечаток в жизни актера и могла оказаться последней. Помазание новое приму, на дело великое, беспощадное. 20 января 1945 года. В московском кинотеатре «Ударник» премьера первой серии Ивана Грозного. Отныне русская земля единой быть. На боярскую власть руку поднимается. Фильм очень понравился первому зрителю, Сталину. На следующий день после просмотра создателям картины присудили сталинскую премию первой степени. На волне успеха режиссер Сергей Эйзенштейн сразу же начинает снимать вторую серию. Трагическую судьбу этого фильма никто не мог предвидеть. Отныне буду таким, каким меня отрицаете. Крозным буду. Январь 1946 года. В московском доме кино праздновали вручение сталинских премий. На этом же вечере Эйзенштейну сообщили, что почти готовую вторую серию отправили в Кремль. Вождю не терпелось увидеть продолжение. Через полчаса после этой новости режиссера увезли с инфарктом в больницу. Уже на съемочной площадке Эйзенштейн предчувствовал, как может отреагировать Сталин на вторую серию. Это надо иметь смелость было и режиссеру, и ему. Вскрыть такие черты, от которых, мне кажется, так сказать, Юсифу Виссарионовичу ничего не оставалось, как только сделать вид, что он этого не понимает. Вы холопья мне. От гноища подняло вас, чтобы бояр изменников подмять. Через вас волю свою творю. Не учить. Служить ваше дело, холопья. Явный намек на 30-е годы шокировал окружение Сталина. Картина была запрещена. Самопроизведение, оно уровня Шекспира, конечно же. И такой артист, как Черкасов, конечно, он до этих трагических высот, конечно, доходил. Так остался я, сиротою починутым. А бояре-правители, земли русские, именем моим, иноземцам закопаляли. Целый год создателям была неизвестна дальнейшая судьба второй серии Ивана Грозного. Ночью 26 февраля 1947 года Черкасова и Эйзенштейна неожиданно вызвали к Сталину. КОНЕЦ Когда они...